День с толком Студия Андрей Дрейр. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Цены вверх. Какие овощи и фрукты подорожают в ближайшее время и насколько? Историческое наследие как прибыльный актив. Какую идею продвигают архитекторы для развития туркластера Барнаула? Истребители летали, танки стреляли, пожарные тушили. Барнаульцам показали грандиозное шоу. Бывшего заместителя председателя краевого правительства Ирину Долгову отправили в СИЗО. Произошло это накануне вечером. Напомним, высокопоставленную экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Некоторая сумма из регионального бюджета пошла на оплату дорогостоящего лекарства знакомому Долговой, который не имел права на бесплатное получение медпрепаратов. Следователи предъявили бывшей чиновнице обвинения, а также провели обыски по месту жительства и на предыдущих местах работы. Долгова задержана в порядке стадии 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ближайшее время следователь Следственного комитета обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пересечения в виде заключения под стражу. И как стало известно буквально перед эфиром, суд Октябрьского района Барнаула решил заключить Ирину Долгову под стражу сроком пока на два месяца. Цифры статистики по коронавирусу сегодня выглядят таким образом. Шесть пациентов умерли, по-прежнему много тяжелобольных, 127 человек. На аппарате ЭВЛ находятся 59, новых случаев заболевания – 66. Всего с момента начала пандемии число инфицированных COVID-19 в регионе составило 12 846 человек. Отечественные экономисты прогнозируют скорый рост цен на продовольствие. Они утверждают, что во многих регионах страны уже заметно подорожали овощи и фрукты, а также некоторые крупы. Изменились ли ценники в Алтайском крае и стоит ли, по мнению местных экономистов, ожидать инфляции? В сюжете Никиты Ермакова. Эта осень готовит неприятные сюрпризы. Подобными заголовками пестрят федеральное информагентство. Причина – рост цены товара первой необходимости. Базовый набор продуктов и некоторые услуги. О глобальных причинах ценообразования рассуждают не только эксперты, но и рядовые покупатели. Цена изменилась, потому что мигранты не приехали, потому что урожай с чего-то хуже был. Тут картошка засушливая, лето было, тоже урожай повлиял. Коронавирус что-то повлиял. Ну, что-то подорожало. Покупатели отмечают, несмотря на сезон сбора урожая, цены на овощи и фрукты не падают, а растут. За последний месяц подорожали лук, морковь и картофель. Килограмм последнего подрос в цене в среднем на 4 рубля. Ну, там 9 рублей, теперь 12-13 рублей. За килограмм, да? Да. Ощутимо подорожали и яблоки. Одна из причин, по мнению продавцов рынков, приостановления поставок фруктов из Кубани во время пандемии. Сейчас они должны возобновиться и несколько снивелировать неоправданный скачок цен. Что касается других фруктов и овощей, то рядовые покупатели ощутимых изменений цен не почувствовали. Если где-то какие-то колебания, плюс-минус, в основном в плюс несколько рублей, сильно незаметно. Ну, немножко, может быть, там набросили, а так, в общем, одни и те же цены. По доступности продуктов лидируют рынки. Так, здесь в среднем за кило картофеля нужно отдать 18 рублей. В то время как в магазинах в 2,5 раза больше, около 50. В торговых сетях цены кусаются сильнее, говорят покупатели, а экономисты предостерегают. В преддверии зимы стоимость базовых товаров продолжит расти. К примеру, картофель может подорожать аж на 20%. Но особо волноваться не стоит, подчеркивают местные аналитики. Инфляция в ожидаемых пределах. Какие-то локальные вспышки, региональные или даже местные, они вполне возможны, потому что мы живем в условиях рыночной экономики, конкуренции, и масса факторов может двигать цены в разном направлении, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Это вполне естественное состояние. Предприимчивые покупатели запасаются продуктами уже сейчас, но не стоит суетиться и поддаваться панике, как в начале пандемии, когда люди массово скупали гречку. Эксперты напоминают, повышенный спрос, как правило, еще быстрее разгоняет цены. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком. Пару часов назад в Барнауле возобновили двустороннее движение транспорта по объездной дороге. Трасса была перекрыта с середины июля и ограничивала выезд в Барнаул со стороны Змейногорского тракта. Напомним, причина ограничений – расширение данного участка. В ближайшее время будут открыты все четыре полосы. В Министерстве транспорта Алтайского края заверили – ремонт объекта завершен на 70%. Сейчас рабочие монтируют освещение, укрепляют обочины, а также обустраивают автобусные остановки с заездными карманами. Еще на объекте необходимо организовать переходы и тротуары. Несколько семей Заринска боятся уйти под воду вместе со своими домами. Грунт на берегу Чумыша, где живут люди, быстрыми темпами оседает и осыпается. Трещины в нем уже больше метра в глубину. Люди опасаются за свои жизни и просят власти решить проблему, пока не поздно. Тему продолжит Анастасия Дороган. Земля посыпалась, и он прям повис за вот эту куфту. И только это подарила Татьяне время для спасения сына. Мальчик ходил по берегу, когда грунт обвалился. С тех пор детям там играть запрещено, но разлом быстрыми темпами сам идет к ним. Сейчас вот рожу, как ходить-то за водой, сейчас не трактор, ничего не проедет. Семья с пятью детьми живет здесь с 2014-го и каждое лето наблюдает за обрушением берега. Он осыпается на протяжении этих ста с лишним метров. Соседи Татьяны к такой жизни уже даже немного приспособились. Здесь где-то на метр, но там, сами видите, метров на четыре, на пять, где-то больше мы отнесли. И кто-то еще с администрацией туда пошутил, что у вас еще, говорит, места много до дома, можно дальше еще забор относить. Мужчина справедливости ради отмечает, спустя месяц-два после обращения к местным властям берег отсыпают песком, кирпичами, осколками бордюров. Но укрепления насыпи еще ни разу не было. По словам местных рыбаков, глубина этого берега когда-то достигала 11 метров. Но после нескольких лет засыпки, утрамбовки и обрушений здесь осталось метра четыре. Предположительно, оползневые процессы происходят из-за резкого колебания уровня воды в реке в Паводок и наличия линзы грунтов со слабыми прочностными характеристиками. Точно причину выявят инженерные изыскания. Для реализации мероприятия по недопущению обрушения необходимо знать причину обрушения, а она до настоящего времени неизвестна. Они там ждут, чего-то ждут непонятно. Кто-то им должен денег выделить с Минфина на постройку, на укрепление берега. Скоро зима и видимо уже ничего не сделают нынче. Инженерные изыскания, просчет работы, само устранение провала по данным Минприроды должны проводить местные власти. В администрации Заринска нам обещали подготовить на это свой ответ. А пока для нескольких семей риск затягивается. Дрожь земли, начавшаяся в мае, лишь усиливается. Анастасия Дроган, Николай Щелко, День с толком. Митингу «Быть» родители барнаульских школьников наконец-то добились своего. В мэрии согласовали масштабную акцию против дистанционного обучения. Правда, до этого момента группе инициативных родителей трижды отказывали, аргументируя тем, что запрещено проводить массовые мероприятия из-за пандемии. После перехода края на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, митинг наконец согласовали. Напомним, такую акцию родители школьников хотели провести еще до начала учебного года и даже собирали подписи против цифровизации образования, которые направили в администрацию президента и Министерство просвещения России. Родители заявили, что намерены отстаивать очное образование. Первый шаг сделан. Митинг пройдет 27 сентября в сквере имени Титова. Но есть ограничения. Присутствовать на нем не могут более 500 человек. В Алтайском крае хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям. Соответствующие законопроекты опубликовали для общественного обсуждения. Таким образом, парламентарии намерены сохранить здоровье и жизни юных жителей региона, ведь уже случались прецеденты, которые закончились трагически. Продолжит Илья Кочетков. Резонансное происшествие произошло в феврале этого года. 14-летняя девушка из Новоалтайска погибла, надышавшись газом для зажигалок. Ранее подобная трагедия произошла в Барнауле в 2015-м. Тогда скончался мальчик. И подобных случаев по всей стране десятки. Мальчик говорит, что он думает, что у него последние слова были, я умираю. А это 2011-й. Сюжет одного из федеральных телеканалов. Девочка-подросток в Барнауле выпила жиженный газ из зажигалки. Исход смерти. Официальный газ из зажигалок не относится к наркотическим веществам. Но оказавшись в распоряжении подростков, объясняет один из инициаторов принятия нового закона, он нередко становится причиной трагедии. Он вызывает токсическое опьянение. Тоже токсическое опьянение. Тоже самое дурманящее воздействие. Но как-то в последнее время здесь пул вот таких детей стал нарастать. И к нам обратился даже следственный комитет, потому что они зарегистрировали серьезнейшее осложнение. Новый краевой закон призван запретить продажу несовершеннолетним баллонов, содержащих углеводородный газ. По аналогии с принятым ранее о снюсах, число трагедий, по мнению парламентариев, должно снизиться. А пагубное пристрастие постепенно сойти на нет. Параллельно с этим в Заксобрании разрабатываются документы запрета продажи детям энергетиков. По мнению депутатов, они также наносят серьезный вред здоровью. Смертельных случаев пока не зарегистрировано, но это лишь вопрос времени, уверены эксперты, и потому сработать нужно на опережение. Обе законодательные инициативы на суд общественности представлены до 6 октября. А это значит, что до этого времени любой житель региона может поделиться своим взглядом на проблему и внести предложения в законы. Оставить свои предложения можно в разделе общественных обсуждений на сайте АКЗС. Принять их предполагают на одной из октябрьских сессий. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком. Выборы в органы местного самоуправления и в Алтайское Заксобрание, которые прошли в минувшие выходные, многие эксперты сочли слишком спокойными, если не сказать скучными. Оттого голосование, по мнению политологов, прошло мимо людей. Далее слово Ирине Корчагиной. Были скучными и прошли мимо людей, но открыли нам интересные моменты. Так о недавнем голосовании говорят политтехнологи. Например, именно муниципальный уровень в этом году дал самое большое количество конкурентных компаний в России. Тест системы накануне больших выборов 2021 года обсудили в Барнауле. В 2015 году, тогда 5-процентный барьер, в 2015 году не смогла преодолеть ни одна маленькая партия. В 2015 году квоту накануне 2016 года не смог получить никто. Вот вообще, главную задачу, которую ставили перед собой операторы выборов в Москве, провести большинство Единой России, ограничить рост КПРФ и ЛДПР и, возможно, выбить справедливую Россию, они смогли выполнить частично. Кстати, эксперты отметили, что для партии вход в политику становится все дороже. Напомним, досрочные выборы по разным оценкам обошлись краю в 30 миллионов рублей. Вот только ажиотажа на избирательных участках не было. В голосовании приняли участие 27 тысяч человек, это всего 16% от общего числа избирателей. Политехнологи заявляют, людям уже просто непонятно, кому и зачем нужно это голосование. Когда нет интриги и интереса, избиратели предпочитают выбором картошку и дачу. Момент для нашей оппозиции. А вы понимаете, что когда вы сами рассказываете, транслируете, чего-то бьетесь и обстаиваете про честные выборы, начинаете рассказывать про фальсификации, вы сами убиваете в людях желание идти на выборы. Вы боретесь с тенью и живете прошлым. При современных развитиях гаджетов, записей и всего остального, вот мы бы видели просто тьму роликов о нарушениях. Прошедшую кампанию уже назвали репетицией перед большими гонками 21-го года. Напомним, в следующем году будет обновляться весь депутатский состав ЗАГС Собрания. Партии смогут подвести итоги и провести работу над ошибками. Главная проблема 21-го года – это легитимность выбора. Признает ли общество этот результат или нет. Поэтому надеюсь, что у всех участников хватит здравосмысла. Так, политическая система в 21-м году вышла обновленной, свежей, интересной. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Будущее краевой столицы во многом зависит от креативной экономики. Именно к внедрению такой модели роста призывает сегодня правительство России – власти на местах. На днях в Москве прошел форум креативного бизнеса, где эксперты обсуждали, как монетизировать наследие городов. Возможно ли это сделать на примере исторического центра Барнаула? Чего ему не хватает для привлечения туристов и инвесторов? И какую идею продвигают архитекторы для развития туркластера города? Вакханалия под шофе на улице с громким названием «Барнаульский Арбат». Эти кадры смотрели сотни тысяч соотечественников в социальных сетях минувшим летом. Вся страна видела и другое здесь – смертельную драку. И сейчас, в 2020 году, мы смотрим, как все это наше арт-пространство просто потихоньку умирает. Сюда подтягиваются какие-то маргинальные сегменты. Вот уже три года Молотобольская – пешеходная улица. В создание витрины города вложили сотни миллионов. Она должна была стать культурным брендом и местом притяжения туристов и инвесторов. Но пока здесь только точки общепита и не вписывающиеся в концепцию исторического центра магазины. Мне какой-то инфраструктуры не хватает, потому что, ну, все, что есть, вот эти кафе, все такое, это маловато, я думаю. Она как бы безлюдная и как бы в ней много, знаете, вот такого, как декорации, что ли, как пафос, вот как в кино, что-то такое искусственное. Раньше тут была улица, вот, то есть и палатки, нужно было бы пофотографироваться на фоне, погулять как-то. Деревья живое все сейчас, вот, плитку выложили как-то, ни земли, ничего, даже не пофотографировали. Там один медвежонок стоит, вот, ну, все. Может быть, какие-то, я не знаю, картинги, может, что-нибудь такое даже веселенькое. А между тем, творческая группа архитекторов, урбанистов и маркетологов из Барнаула работает над проектом «Купеческий квартал». Его цель – возродить историческое наследие города и монетизировать его, как это делают во всех продвинутых городах и странах. Один из пунктов проекта – реконструкция одной из старейших городских улиц – Льва Толстого. Очень обидно, что улица такая проездная, а не для гуляния, не для того, чтобы рассматривать эту хорошую архитектуру очень красиво. Она сохранилась. Если еще и отреставрировать все. По мнению Деринга, улица Льва Толстого тоже должна стать пешеходной, усилив тем самым Молотобольскую. Визуального проекта единого пешеходного пространства пока нет. Инициативная группа сначала формирует пул арендаторов, которые захотят сюда зайти. Сейчас на улице Льва Толстого торгуют обоями, культиваторами, памятниками и оградками. Вряд ли туристам, да и обычным горожанам захочется гулять и натыкаться на символику смерти. Нынешних бизнесменов выгонять, конечно, никто не собирается. Но не исключено, что многим из них, чтобы вписаться в новое культурное пространство, придется сменить профиль деятельности. Вообще тема достаточно тяжелая, потому что у людей был поток, они жили на этом потоке, нормально торговали. И вдруг вот внезапно вот это все случилось. Их тоже можно понять. Мы готовы заходить туда. С некоторыми уже общались, и у нас есть и положительный, ну и отрицательный тоже есть эффект. Потому что, наверное, должно пройти время, чтобы люди поняли, что уже по-прежнему не будет. Некоторые бизнесмены уже успели оценить все преимущества точки на исторической линии. Один из притяжений города Барнаула как для горожан, так и иногородних туристов, как бизнес-туристов, так и обычных туристов. В ближайших планах строительство мини-отеля, тоже это историческое здание, исторические интерьеры. Мы подготовили уже проект. Историческим зданиям нужны инвесторы, подчеркивают маркетологи. Только тогда они заиграют новыми красками и станут привлекательны для туристов. А инвесторам нужны гарантии, что вложения окупятся. Инициативная группа готова всячески помогать бизнесу. Методологическую поддержку. Может быть помощь с грантами, может быть помощь с взаимоотношениями с инвесторами, еще с кем-то. Мы хотим организовать здесь в течение 5-7 лет некую структуру, которая будет притягивать сюда бизнес, которая будет работать с ним и помогать ему вставать на ноги. Но работы инициативной группы в этом плане недостаточно. Так до сих пор нет желающих приобрести торговый дом Сухова, который мог бы стать символом города. Казалось бы, подарок. Историческое здание ценой всего в 1 рубль – дом купца Сухова. Но приобретая его, собственник возлагает на себя большое бремя. Мало того, что он должен создать проект, так еще и вложиться в дорогостоящую реконструкцию, которая отнимает не только деньги, но и время. По словам бизнесменов, чего стоит согласовать лишь проект исторического объекта и зарубают пачками. Диалог с властью выстраивать сложнее всего, подчеркивает общественник Олег Ушаков. В прошлом году он с трудом выбил разрешение на проведение праздника на Барнаульском Арбате. Тогда посмотреть на музыкантов в выступления творческих коллективов пришли сотни человек. Между тем, руководство городов к открытому и равному диалогу с общественностью все активнее призывают на самом высоком уровне. Для представителя власти важно иметь поменьше рот и побольше уши. Мне эта формулировка очень нравится. Мне кажется, что для креативных индустрий взаимодействие государства с креативными индустриями очень подходит. Только выстраивая равноправный диалог между властью, творческими людьми и общественниками, можно преобразовать города, районы, улицы. То есть сделать их не только привлекательными, но и прибыльными. Пока же в Туркластере остается наслаждаться крайне редкими импровизированными выступлениями. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Сегодня в краевой столице начались праздничные мероприятия, посвященные юбилею города. Одно из них прошло на Барнольском стадионе «Коммунальщик». Здесь устроили настоящий праздник и завершили роспись стен спортивного объекта. Такие праздники здесь проходят не часто, но и стены коммунальщика раскрасили впервые. Идейные вдохновители – директор спортивной школы по хоккею на траве и представители родительского комитета. Они признаются, что таким образом хотели не только прорекламировать любимый вид спорта, но и приобщить людей к физической активности. Вы знаете, мы в свой адрес получаем очень много добрых слов, откликов от людей, проходящих мимо. И мы даже видим, что они делают селфи иногда на фоне наших разрисованных стен и фотографий. Что испытываете при этом? Ну, конечно, как-то радость какую-то, что вот как-то было все серое, и вдруг вот все заиграло яркими красками. Мне лично хотелось, чтобы с любой точки обозрения, хоть с Малахова, хоть от ВДНХ было видно, что здесь хоккей на траве. А почему именно такие цвета? Зеленый цвет поля, белый цвет мечей, клюшки – это клюшки, красный, синий – это, ну, как обычно, противоборство в спорте. Кстати, сегодня помочь Федору и внести свою лепту в роспись стадиона могли почетные гости праздника и юные спортсмены. Делали они это с удовольствием. Процесс на ваших экранах. В планах директора школы раскрасить весной стены раздевалок и трибун. Сегодня в Барноле прошел парад бронетанковой техники. Вместе с танкистами свое шоу показали и пожарные. Но в процессе к наземным войскам неожиданно присоединились и боевые истребители. Атака на Барнольцев продолжается. В этот раз военные из Топчихинской войсковой части показали возможности бронетанковой техники. На полосу препятствий выходили БТР-80, танки Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. Как вдруг, во время выступления танкистов появился самолет пилотажной группы «Стрижи». Так и началась между землей и небом война за внимание зрителей. Причем для танкистов это стало неожиданностью. Ну так получилось, что вчера летчики пилотажной группы присутствовали здесь на показе техники. Мы их, соответственно, прокатили на наших машинах, обговорили о сегодняшнем мероприятии. Но получилось внезапно. Мы не ожидали, что погода позволит. Был на поле и третий игрок. Представители МЧС устроили показательное тушение горящего здания. Так что барнаульцам было на что посмотреть. А ведь основные торжества еще впереди. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова